Всем огромный привет, меня зовут Карина, сегодня у нас будет парфюмерное видео и мы поговорим о бюджетных ароматах. Тема бюджетников всегда интересна, вы всегда с удовольствием смотрите, а как только вообще, вы знаете, появляются новинки Бракар, мне всегда начинают писать прям в день старта продаж, Карин, ну что, видео будет? Видео, конечно, будет, но мне надо сначала эти новинки заказать, дождаться, получить, поносить и только потом уже делать какие-то окончательные мнения, скажем так. Поэтому у меня нет прямой связи с производством Бракар, хотя я живу недалеко от завода Аромапром, но не настолько близко, знаете, чтобы мне через забор можно было перекинуть новые флакончики и не настолько высоко технологично, чтобы можно было тут какой-нибудь прямой канал связи между моей квартирой и заводом организовать, чтобы у меня под давлением там летела коробка с Бракарами в день, когда они выходят с конвейера. Вот, поэтому дело такое, но тем не менее 4 аромата я попробовала новых, не все, потому что некоторые меня не заинтересовали, я не стала ни покупать их сама, ни просить, чтобы мне их прислали из офиса пиар-службы, поэтому вот так. И бонус-треком сегодня будет еще один аромат, который мне не понравился, это не Бракар, и после этого видео мне опять скажут, что Бракар меня купил, потому что Бракар я хвалю, а все остальное бюджетное ругаю, но это не так, к сожалению, я бы не против. Давайте начинать. Напоминаю, что на канал нужно подписываться, лайки нужно жать, комментарии сами себя не напишут, поэтому вы должны сделать это за них, а также можно делиться этим видео с теми, кому они будут интересны, и если хотите поддержать меня не только морально, но и материально, то есть внизу кнопка «Спонсировать», нажимаете туда, выбираете вариант, который вам нравится, и деньги списываются ежемесячно, подписку можно отменить в любой момент. Поехали. «Сирень после дождя». Сейчас этот аромат входит в коллекцию «Ароматы природы», вы угадали по флакону. Я очень переживала, что его не перевыпустят. Вообще, изначально он входил в линейку «Сады соблазна», и я, конечно, обожала этот аромат, я много рассказывала о нем на YouTube, и я знаю, что многие люди там, по моим в том числе рекомендациям, потому что вещать о нем я начала еще довольно-таки давно, в том числе по моим рекомендациям этот аромат покупали. Я сама извела несколько флаконов, и у меня достаточно большой еще запас, но его сняли в той коллекции, потому что, собственно, из всей коллекции он один был действительно по-настоящему интересен. Несколько было «Окей, но нях», и несколько, на мой взгляд, не самых удачных. А вот «Сирень», правда, звездочка. И ее перевыпустили. Утверждают, что формулу не меняли, но я так подозреваю, что это просто та же самая партия, которая несколько лет простояла в цистерне. Вот, и, возможно, чуть-чуть спирт подвыпарился, поэтому она стала какой-то более настоявшейся, более концентрированной, потому что, во-первых, цвет жидкости другой. Та была в сирене, жидкость окрашенная в сиреневый цвет, или прозрачная, сложно понять, потому что флакон сиреневый, и никаких, знаете, там дополнительных оттенков, там желтого или синего, она никуда не уходила, или в красный. А здесь жидкость рыженькая. И сам аромат. Если раньше он был такой прям вот мокрый, вот буквально это ветки, которые вы берете, и с них вот вода течет, то сейчас уже дождик-то, конечно, прошел, но он прошел несколько часов назад, и уже подсохло, уже это скорее такие вот редкие капли остались на этих ветках. аромат чуть более коричный и чуть более сладковатый, наверное, чем та сирень, которая была в первоначальном выпуске. Но в любом случае это, я считаю, не такие значительные, знаете, изменения, чтобы можно было сказать, все, аромат не тот. Нет, он достаточно мерен. Он скорее тот, чем не тот, на мой взгляд. Вот, хотя, возможно, я не такой большой специалист по части оттенков в парфюмах с сиренью. Я чувствую, когда различия, ну вот прям фундаментальные. Вот, в остальном это надо прям носить на параллельных запястьях, сравнивать и все такое. Мне нравится, я думаю, что те, кто любят запах сиренья, для них это отличная новость, потому что, собственно, бюджетнейший аромат. Там 300 рублей на полке и 100 миллилитров прекрасных духов, которыми можно спрейть квартиру, спрейть себя, постельное белье, подушки, что угодно. Вот, там, ароматизировать машину, детей и прочее, прочее, прочее. Он классный. Лесная малинная душица – это новинка. Очень приятная такая розовая, леденцовая, вот так, наверное, более реалистичный оттенок получается, такая леденцово-розовая жидкость. И очень симпатичное содержимое. Сейчас, конечно, у меня намешается эта сиренья, но тем не менее. Я очень осторожно всегда отношусь к запаху малины, потому что очень часто, получается, знаете, вот малиновые конфетки какие-то химозно-синтетические в каких-то более-менее бюджетных историях на тему малины. Здесь не так. Для меня эта малина… Ну, Лена сказала, что это фактизм малины. Для меня нет, не фактиз. Для меня эта малина замороженная просто. Вот малина из морозилки. Если вы живете где-то, где тепло, и вы хорошая хозяйка, вы наверняка замораживаете малину, потому что нечего зимой покупать вот эту дорогущую, когда в пакетике. Когда у тебя есть своя в пакетике, которая летом была куплена дешевая, ты точно знаешь, с какого куста ее собрали практически. Вот эта малина, она вот так и пахнет. Вот как та малина, которую вы достали из морозилки. В ней практически нет сахара, поэтому это может давать некий рассинхрон с тем, как в нашем сознании пахнут ягоды малины, потому что мы привыкли воспринимать парфюмированный запах малины как сладкий, потому что его подсахаривают. Здесь сахара нет вообще. Это прям вот кисленький такой компот из ледяных ягод без сахара или что-то в этом духе. Для меня это прям вот малина в унии каком-то покрытая. Может быть, она на кусте так замерзла. Но я, кстати, видела пару раз замерзшие на кусте ягоды. Это красиво. Правда, красиво выглядит. Были резкие заморозки прям в октябре, и вот эта малина покрылась прям, подмерзла. Травушки, ну чуть-чуть, чуть-чуть в следовом количестве они здесь есть. Я люблю с ним спать. Видно, да, что он уже немножечко у меня так подсрасходом, этот аромат. Я обожаю им поливаться перед сном на себя, на пижамку, на постельное белье и в люльку. Вообще прелесть просто. Но есть люди, которым она не зашла, поэтому я считаю своим долгом предупредить. Вышла вторая коллекция, новая коллекция у Бракара. Она называется Нордлес, то есть скандинавская коллекция. В ней сейчас два аромата, крафт и лике. Соответственно, как бы женский, как бы мужской. На флаконах здесь нигде не про прайм и жене написано, но, по-моему, нечто подобное было написано на коробках. И здесь, в принципе, знаете, вот если всякие сирени и все остальное... Ну, сирень, кстати, спорно. А там, например, малина, это понятно, что это такой бюджетно-полуинтерьерный профиль. Это никоим образом не оскорбление. Я в интерьер могу и Фредерика Маля пшикать спокойно. Но вот для меня это такая больше настроенческая история. То вот это уже такие прям вполне полноценные духи. Крафт больше адресован, конечно, мужчинам. Хотя, если вы женщина и вы хотите носить это, как бы кто ж вам запретит. Северное море, правда, по настроению в нем это есть. Вот знаете эти... Он очень в настроении с черной частью коллекции Руж-Бани-Руж. Вот куда-то туда его вполне можно было подстроить. Вы, конечно, еще флакон похож. Это тоже влияет на восприятие. Ну, вообще-то больше похож на флаконы, которые у Азенберг. Вот эти типовые просто черные кубики. У Руж-Бани-Руж они с задумочкой. Но вот он в черную часть коллекции Руж-Бани-Руж встраивается как родненький. Вот все эти Эмберс, Силван, Силуэт. Что там еще есть? Кеневен. А вот это. Вот именно с той стороной Руж-Бани-Руж, где природно. Не инкогнито, да, с его закрытым наглухо-черным сюрпуком. А вот с вот этой вот красотой северной природы, с таким... Если это Нордик, то это вот это вот шведское движение лагом, которое про чуть-чуть, про ограничения, про сдержанность, про вот это понимание, когда достаточно, когда кнопка стоп. Это очень симпатично. Мне не хочется его носить, он меня немножко передоминирует. Он чуть-чуть... Он для меня тумач, скажем так, по крайней мере пока. Я думаю, что я осенью могу его захотеть носить. Или наоборот, в очень жаркое лето, когда будет хотеться, знаете, вот эти корабельные холодные сосны, вереск, подлесок, вот все вот это. Либо совсем в жару, либо как раз, когда уже осень будет начинаться, я могу что-то подобное хотеть носить, но мне очень нравится его нюхать. Вот прям очень нравится его нюхать. Это для меня, знаете, так вот веерблотеров напшикать, поставить, и пусть они... на ветерок куда-нибудь, и пусть по квартире вот этот воздух гоняет. Ой, прелесть просто. Вот. При всем при этом, как я уже сказала, это прекрасно встраивается в настроение черной линейки Руж-Бани-Рож. Или, в принципе, знаете, представить себе это как новинку просто на мужских полках. Такая типичная мужская парфюмка, но немножечко с задумкой. Когда вот не просто хотели сделать вот эту классическую там мужскую раздевалку, да, со сладким каким-нибудь сенцом. Вот. А все-таки голову включили, да, и такие, давайте немножко пофантазируем и сделаем что-нибудь непохожее. И вот вполне я это могу по себе представить. Поэтому, в принципе, если вы мужчина, который любит такую классическую достаточно мужскую парфюмерию, или вы девушка, и вы ищете какой-то там подарок своему брату, моему же папе, парню, неважно, и у вас не то чтобы очень большой бюджет, вот прям хорошо. Но это для тех, кто любит не сладкие, а холодные такие вот ароматы. Легкие, 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 наверное. Вот это очень симпатично. Это на тему земляники и каких-то полевых луговых трав с цветами. Я не очень понимаю, почему это... То есть нет, я как бы вроде бы понимаю, что это такое короткое скандинавское лето и какая-то богиня Фрея прогуливающаяся там где-то по одному из трех на всю Скандинавию каких-нибудь цветущих полей, ну то есть вот что-то такое. Знаете, это скандинавия, лето в Скандинавии времен климатического оптимума. Когда было тепло, и витинги доплыли до Гренландии, потом до Америки, вот, и как бы не сильно отморозились при этом. Очень природная штучка. Прям земляника и травушки. Чуть-чуть цветов, но цветы это не букетные, это именно луговые цветы. Вот какой-то такой вот букетик полевых цветов. Стилистически тоже скорее можно его подогнать куда-то к люксу. Знаете, вот что-то типа Майвай Армани. Вот как-то вот в этом направлении. По-другому. В Майвей, насколько я помню, там розы есть, еще что-то. Здесь я роз никаких не чувствую. Здесь для меня, как я уже сказала, луговые травы, полевые цветы и, собственно, луговая же земляника. Меленькая такая, прям совсем без молока, без сливок, без ничего такого. Вот. Но если вот вам нравится что-то типа Лентерди в туалетке, Майвей, вот-вот-вот это вот, вот-вот это вот, собственно, тоже вам должно понравиться. Для меня скорее тоже вариант больше пронюхать, нежели чем проносить, потому что из всех вот этих вот околоземляничных историй мне нравится пахнущее скорее виноградом Изабеллой Лентерди в парфюмерной воде, чем какой-либо другой. Но нюхать, опять же, прикольно. Ну и посмотрим, как будет мое настроение меняться по сезонам. Может быть, потянется рука, может нет. Вот. Однозначно, конечно, фаворит это вернувшаяся сирень. Мне очень нравится малина, а крафт-лики так, где-то, наверное, на 3,5-4 из 5. В плане того, что симпатично, но я не уверена, что буду это носить. И мое разочарование, причем я же его пробовала. Вообще, изначально на выставке ВАСТ, Саша, моя подписчица, слэш-приятельница, обратила мое внимание на аромат, который называется кофе от бренда Сержио Неро. И мы когда с Леной снимали посиделки слепые за тесты, он у нас тоже там был, этот кофе. И я его как-то кинула в корзину на Вайлдберрис и думаю, ну, может быть, когда-нибудь закажу. Это пахнет тирам... пахло, как мне казалось, тирамисо. Буду даже это пшикать. И в квартире брызгать. Просто как интерьерочку, кофеечком, чтобы иногда, знаете, иногда хочется. И тут смотрю, хоп, скидка на него. Что-то уже там не 800 рублей, а что-то чуть подешевле. Вот. Думаю, ладно, ладно, закажу, почему бы и нет. И я тут получила его. Ну, не знаю, ребят. Вот. То есть, во-первых, он действительно вначале пахнет тирамисо. Но это запах, который с вами буквально... Вот эта сливочная часть тирамисо. На секунд примерно 10. Потому что потом это превращается в запах перегорелых, пережаренных кофейных зерен. Я один раз покупала какую-то авторскую обжарку 100 лет назад. И она, видимо, была... Я так подозреваю, что это бракованное, потому что мне не обещали такого горелого кофе. Но это он был просто... А нет! Это не авторская была обжарка. Это я просто купила какое-то зерно. Точно. Он был просто обжаренный до состояния угля. Пить это в чистом виде было невозможно. Вот когда примешиваешь к чему-то, там, типа, пять зернышек вот этого горелого, и был какой-то американский кофе. Кто-то ему угощал, его не покупала. Неважно. Вот пять зернышек вот этого черного примешиваешь к обычной, там, арабике, арабике с робустой, не суть. Было нормально. В чистом виде невозможно было это пить. И вот здесь есть запах вот этих вот же перегорелых, просто пережаренных до состояния тьмы Господней, кофейных зерен и запах горелого болгарского перца. Вот просто болгарский перец, который вы делали на гриле, может быть, или что-то в этом духе, и он у вас сгорел. И, может быть, вам покажется, что я описываю что-то прикольное. Но нет. То есть это не прикольно. Возможно, другая погода была, возможно, было другое настроение, возможно, поменялось мое восприятие. Но я понимаю, что там идея сделать запах кофе, она, ну вот опять, вот первые секунды тирамису, пропитка вот это вот печенье с авоярди, пропитанное кофе. И вот уже сейчас начинают лезть эти горелые, не знаю, в общем, 800 рублей. Ну, то есть, в смысле, вот это 500, вот это 300. Горелый болгарский перец, горелое кофейное зерно и какие-то намеки на тирамису, которые я в нем более-менее нормально чувствовала по осени. Оставлю, постоит пусть до осени, может быть, это парфюм, который, знаете, как тайная комната, когда Дамблдор про нее шутил. Может быть, она появляется в 4 утра или когда очень хочешь в туалет. Вот, может быть, должно быть там, типа, плюс 12 градусов, ранняя осень. Вот, и какое-то такое особое настроение. И, возможно, мне нужно припереться в центр Москвы или приехать на Дмитровское шоссе, где у нас студия. И там это мне будет пахнуть кофе. Я не знаю, но пока это пахнет каким-то горелым, черти знает, чем неприятно. Вот, такие были мои новинки. Частично удачные, частично не очень, частично совсем неудачные. Напишите мне в комментариях, что из этого вы пробовали, какое на вас это впечатление произвело. Что, может быть, ждете из каких-то бюджетных ароматов, что было там анонсировано или в этом духе. Я тут, кстати, подумала, знаете, что просмотры сами себя не посмотрят. И пойду, наверное, в новую Зарю куплю какую-нибудь херь. Потому что я так что-то походила по каналам, посмотрела. Просмотры видео новой Зари огромные. Жалко денег туда нести, но надо. Вот, поэтому поддержите мое начинание, пожалуйста, лайком. А я благодарю вас за внимание. Отдельно благодарю спонсоров своего канала. Отдельно благодарю Анжелику и Нину, которые спонсоры уровня Эксперт. И прощаюсь с вами до следующих выпусков. Пока-пока.